Уже послезавтра в Казахстане завершается весенне-летний призыв на срочную военную службу. Впервые вооруженные силы страны пополнились личным составом в чрезвычайных условиях, связанных с эпидемией ковид. В десантно-штурмовых войсках призывники уже проходят первичную боевую подготовку, знакомятся с вооружением и военной техникой. При этом в частях соблюдаются жесткие карантинные правила. Об этом подробно в нашем сюжете. Полигон «Илийский» расположен в 30 километрах к северу от Алматы. В этом полевом учебном центре проходит практическую подготовку военнослужащих десантно-штурмовых войск. Здесь они имеют возможность тренироваться в стрельбе стрелкового и противотанкового оружия, а также осваивать некоторые виды бронетехники. Несмотря на возникшую в стране пандемию, наши войска не ослабли. Дальше продолжать свою боепутатовку. И также с сохранением всех требований карантина, дальше продолжаем и совершаем свою полевую выучку. Нас постоянно осматривают, проверяют на COVID-19. У всех заболеваний никаких нет. У всех сохраняют свою личную гигиену и общественную гигиену. Условия карантина серьезно изменили в войсках порядок боевой подготовки. Сегодня на полигоне тренируется всего лишь 25% военнослужащих от всего личного состава. Остальные находятся в расположении своих воинских частей. Это сделано для того, чтобы избежать одновременного нахождения на ограниченной территории большого числа людей. Особенность любой воинской части в том, что и рядовые, и офицеры всегда находятся в тесном контакте. Поэтому инфекция здесь может распространиться мгновенно. И целая часть сразу же становится небоеспособной. Также сейчас мы десантные войска получаем молодое пополнение, которое прибывает по указанию вышестоящего штаба. Личный состав молодого пополнения, которое прибывает, они распределены в разных казармах. Все условия созданы, занятия с ними проводятся. Сейчас они у нас, молодежь, находятся на 14-дневном карантине. Молодое пополнение в ДШВ прибыло две недели назад. Сейчас новобранцы находятся на обсервации. Здесь они пробудут до принятия присяги. Интересно, что призывников со всех уголков Казахстана на полигоне разделили по географическому признаку. Это сделано для того, чтобы солдаты из одного региона не контактировали с бойцами из другого. Таковы требования карантина. На военной службе, в срочной службе, в части все достаточно близко. Военнослужащие постоянно находятся 24 на 7 вблизи друг друга. И все это соблюдается. Конкретнее могу сказать, что масочный режим соблюдается абсолютно строго. Антисептики присутствуют на каждом шагу военной части. Даже при входе, как и в расположение, как в столовую. То есть везде все соблюдается. В ближайших планах у 38-й алматинской бригады десантно-штурмовых войск миротворческие учения. Они пройдут в сентябре. А 31 июля казахстанская миротворческая рота отправится в Ливан в рамках очередной замены личного состава. Григорий Беденко, Радик Жакупов, Алматинская область, Хабар, 24.